Всех кончился чай! И кончается наш подкаст! Будьте здоровы! Гневен-то как! Гневен-то как! Ой, всем пока! Там, наверное, 50 даже год. Ой, хорошо! А тема замечательная. Володя замечательно вписался, скажи. Вписался? Да, вписался. Молодец. У нас 49 минут. Я скопился. Нет, у нас минут 5 мусора оттуда, которого надо вырезать. Да, да, да. Три раза включали эту молотилку. Да, да, да. Молотилки, и хейфельцы, и получай говно. Вот он, красавец. Так, вы сейчас будете, да, с твоих скорбных. Господин Орлов всегда тревожен. Он, по сути, стоит тревожен. У него в глазах читается какой-то испуг. Достало бракобесие средневековья. Да. Достало. Согласен. Невозможно. Согласен. В этой дикой стране, где существует только православие, больше ничего. И удаизму нет. Молодец. Ничего нет. Нормального жизни, нормального человека. Ничего нет. И удаизм нет. И свобода воли. И делали краевности. И делали, что он песню Вертинского сейчас тебе рассказывает. Что в бездарной стране... Как там я забыл? Да, 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 мальчики. Я же не педофильная песня. Нет, ну все они педофилы. Да. Если, как говорится, продолжать эту тему, на самом-то деле, педофилы все. Ты посмотри. Потому что раньше всякие Ромео и Джульетты, грубо говоря... Нет, 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 нет. Это они. Но ее-то выдать за кого хотели замуж. Ведь у меня далеко не за Ромео, которым далеко было не столько лет. Его за старика, но хотели бы ее педофил. Какие же все педофилы? Кстати, Джульетте 14 лет. Да. И Ромео тоже. Надо поднять закон того времени. Надо поднять. Да. А тогда, грубо говоря, другие замуж и не выходили. Вот и все. Значит, это было нормой. Да. А что? С 12 лет выдавали. Если мы копнемся в историю Франции 9 лет, 8 лет... Да, да. Вопрос законов того времени. То есть выдать дочку в 12 лет... Святое, святое. Да. А там, чтобы не разрушать ее организм, ждут просто физиологического созревания... Был ли герцог-ролеанский педофилом? Однозначно. Хороший вопрос. Нет, нет. Если ждут этого срока, они не нарушают ничего. Ага. Если не ждут... Какого срока? Саша, месячные у девочек приходят у кого в 11, а у кого и в 15? Нет. Ждут какой у вас срок? А у кого вообще... Выдают замуж в 10, а когда она выходит замуж? Выдают замуж, де-факто, в 10, да? В 10. Когда она начинает жить половой жизнью. Ну, если он хочет наследников, если он не хочет ее убить... Вот об этом я говорю. Дождется ее физического созревания, и дальше начинается... Я вот, например, жалею до сих пор, что моя учительница музыки меня не совратила. Какой схема ты понял? Опять-таки, Юра, в каком ты был классе? Я тебе объясню сейчас? В третьем или в девятом? Мне было 12 лет, а ей было 25. Ну, понятно. И я страшно хотел, чтобы она меня совратила. Она этого не догадывалась, да? И вот сейчас, сквозь годы и века я к ней обращаюсь. Люся, ну почему-то этого не сделала. А она знала о фамильярности? Я ее звал Люся. Люся? Пусть кричит. Так, Люся. Она мне сказала, зови меня Люся. Значит, это было? Значит, совратила. Нет. Просто не было? Да нет. У нее был влюблен мой брат. А ему сколько лет было? Тоже 25. А учила музыки она меня. И вот она всегда руку мне клала на колено и говорила, не злоупотребляй педалью. Учительница музыки? Я не понял. А только учительница в школе. Клала на колено и говорила, не злоупотребляй педалью. И как же я в эти минуты играл фу Бу Баха проникновенно, если бы вы знали? Тестостерон определяется. И как же ты играл? Ой. Та м… Та да да! И да она руку на колено и говорит, не злоупотребляй педалью. Я говорю. Не злоупотребляй, чтобы она не играла руку. Концерт окончен, 30 долларов. Фига. Что это? Вот, вот вся экономика нашей страны. Говоришь, концерт окончен, а тебе что? А тебе говорят, пошел бомб, противная морда.